Всем привет, друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на кухню за новым рецептом. Я надеюсь, мне сегодня удастся вас удивить и порадовать. Приготовим вкусную, интересную закуску из печени. Конечно же, это будет паштет, но рецепт очень простой. Мы готовим моей семье уже долгие годы. Надеюсь, вам понравится. Оставайтесь со мной и давайте готовить! Готовить такой паштет очень просто. Все складываем в один казан и тушим. И смотрите, берем сало. Сегодня я использую вот такое сало с прошарками мяса. Можно обычное, можно взять щековину хорошо или шею свиную. В общем, любое сало, какое у вас есть, но только несоленое из банки. Выкладываю на дно кастрюли. Лучше всего использовать такие кастрюли с толстым дном, либо же казаны. Тогда все протушивается еще лучше. Дальше у нас идет свинина, небольшой кусочек. Что у вас есть. Можно даже купить гуляш, что сделает этот паштет еще намного дешевле. Измельчаю свинину. И также я взяла куриное филе. Его также нарезаю. На сало я выкладываю вначале свинину, а дальше курицу. Измельчаю морковь. И выкладываю следующим слоем. Посолю все. Я, когда варю мясо, добавляю только 1 столовую ложку соли. А потом уже можно будет попробовать и добавить еще специй. И также я добавила еще перец горошком. Измельчаю лук достаточно большими кусками. Лука нужно много. 1 килограмм. И покрываю все луком. Друзья, точные пропорции есть и в ролике, и в описании под этим видео. Накрываем крышку. Ничего не добавляем, никакую жидкость. И на среднем огне тушим все 2 часа. Через 2 часа я выкладываю печень куриную, которую промыла и очистила от пленок. И вместе с печенью протушу все еще 15 минут. И вот, когда уже прошло 15 минут, перемешиваю все и выключаю. Добавляю сюда половину батона, перемешиваю снова-таки, пока масса это вся горячая. Батон питает себя всю влагу и сделает более вкусным. Благодаря батону, пащет будет держать хорошо форму и иметь очень нежную консистенцию. Остужаю и пропускаю все через мясорубку. Если у вас есть мелкое сито, пропускайте один раз. Нет мелкого сито, пропускайте 2 раза. Это настолько просто. Мы еще готовим паштет, отвариваем отдельно все мясо, потом перемалываем, потом заправляем. А здесь все в одном казанке отварил, перемолол и готово почти. Я на этом этапе попробовала паштет, мне не хватает соли. Добавила соль, ну и конечно же еще измельчила перец. Взбиваю яйца. И отправляю в эту массу. Благодаря яйцам паштет будет хорошо держать форму. И очень хорошо все перемешиваю. Смотрите, у меня масса сейчас еще такая кажется жидковатая. Но я перемалывала мясо и основную всю массу, когда она была комнатной температуры. Но если вы остудите все в холодильнике, у вас получится плотная, хорошая масса. Но с такой работать очень легко и просто. Выпекаю я паштет вот в таких вот формочках. Можно купить одноразовые. Сейчас покажу какие из фольги. Можно взять просто одну большую противень для выпечки и сделать большой хлебец. Но все-таки более удобно именно вот такие формочки, как кирпичный хлеб. У меня в итоге получилось три таких кирпичика. Все, вот так вот уплотнила. И отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 1 час. Видите, какие паштеты получились румяные и очень нежные. Даем полностью остыть. Потом в холодильнике я остужала все целую ночь. Из форм извлекается все очень легко и просто. И вот в итоге у меня получилось 2 килограмма 800 грамм. Просто весы взбились. Видите, один хлебец не взвесило все. Я считаю, что за такие деньги 2 килограмма такой вкусной закуски это то, что нужно. Если хотите, можно замораживать. Но я вам скажу, что после заморозки вкус уже немножко не тот. Но ощущается, что это из морозильной камеры. Так что советую лучше кушать, пока все свежее. Этот паштет отлично сохраняется в холодильнике неделю только так. Он красиво смотрится и в нарезке. Но еще вкуснее, если его намазать на хлебушек, как бутербродную массу. Нежный, вкусный и очень ароматный паштет в итоге у нас получился. Ну и вот посмотрите в итоге какой прекрасный результат. Кило 800 вкусной закуски, которой можно накормить большую компанию. А для любителей печени это просто находка. Ну а я буду надеяться, что этот рецептик вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеорецептах. До новых встреч! Вы всегда на канале вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы! Пока-пока!